всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life саш привет скажи моет руки лежит в кадр вот он и сейчас у нас будет вот такая вот распаковка из 99 центов где мы только что были ну вы знаете в общем очень многие просят хотят знать калорийность состав продуктов что входит что не входит у нас просили не так давно есть ли продукты глютен-фри ну постараемся посмотреть еще в костке будем обращать внимание то есть в общем что прикольно в связи с тем после того вернее как мы начали вести канал нам начали задавать вопросы и мы узнали оказывается что мы едим много еды органик на которую мы никогда не обращали внимание на эту еду сейчас мы столкнулись потом мы начали смотреть ингредиенты потом мы начали смотреть калории а сейчас вот у нас спросили про глютен-фри и мы решили на это обратить внимание до главный специалист по кухне но сегодня главный специалист по распаковке саша чуть не упал так ну давай я покажу в общем продукт луковые колечки значит ну как бы почему или когда мы с ним познакомились антоша вспомнил что он когда-то кушал луковые колечки в беларуси и в общем вот мы попробовали и это точно такой же продукт как в беларуси во всяком случае по вкусу а уже вот по этой таблице пишите в комментариях рассказывайте и будем сравнивать ближе цены сайт 28 грамм 28 колечек вернее 28 грамм колечек это 130 калорий значит во первых здесь 135 грамм стоит 1 доллар вот какой-то значок зайка вот это вот ю где нет а глютен-фри понятно а вот это что значит ю в кружочке и кто знает расскажите давай саша сейчас проверим так и значит по сроку годности что здесь написано 25 августа 19 года ну я думаю что мы успеем их съесть будем стараться во всяком случае боюсь что до ужина они не доживут сегодня сашка и пробуем пахнет вкусно есть страшно почему страшно потому что все говорят что вся еда пластиковая нет для меня они очень вкусно пахнет я не люблю такой запах саша они разные что они разные тебе понравились или нет мне тоже понравились в общем типичные луковые колечки точно такие как в беларуси очень вкусные и и очень крутящие так следующим номером нашей программы это будут вот такие вафельки мы их уже распаковали потому что я выпал чашечку кофе и кто подписан на наш инстаграм тот уже увидел как это было вкусно значит что ну в общем так вафельки по моему турецкий заказать когда там где-то было написано да импортеры штаты а где-то было написано что турки ладно найдем покажем значит так вафельки шоколадные 200 грамм написано да а вот написано я показывал на нашу ой как они шикарно пахнут так что у них со сроком годности со сроком годности у них до июля двадцатого года опа опа кто ворует луковые колечки маленькая мышка так ну в общем так состав показал не показал вот 18 грамм на 86 калорий а где ты про штучки что а 11 штучек вот так что в общем много есть нельзя но 11 штучек это немало вот такие значит это будут шоколадные ассистент так ну давайте на табличку посмотрим которые ванильные я думаю за сколько у тебя калорий 87 86 опа ешьте шоколадные они менее калорий так и смотрим в общем ну что вот такие вот они маленькие красивенькие вкусненькие а еще в советском союзе вафки называли не вафли а печенье в клеточку кто помнит ставьте лайк следующий лот нашей программы это зайка дай его покручу значит это шакопай аналог шакопая так здесь значит 8 шакопайчиков 144 грамма стоит тот же доллар 99 центов так вот значит наши ингредиенты так что мы еще тут можем показать больше тут и показать то нечего а вот с этой стороны нарисованы но то что вы видели в магазин таких они типа еще дополнительных видов бывают мы взяли ванильный и взяли шоколад а еще кокосовый был стать и клубничный был кокосовый разбираемся что их отличает скажем от оригинальных шакопаях на оригинальных шакопаях упаковочка не просто фольга на них нарисована нарисована да там точно так же как и на коробке а посмотри пожалуйста что со сроком годности у них еще то есть как вы видите это мало того что не пластиковая можно есть так это еще и не просрочка одавание все открою все разве что бы давай давай покажу быстренько так значит это у нас ванильные нет я думаю них разные калории 80 что все не ешь эти а в чем ванильные все время будет потому что они воняют наверное вкусненько поэтому так а в этих 80 а в красных тоже 80 ну в общем немножко отличаются кстати интересно чья не где-нибудь вьетнам блин продукт вьетнам но прикольно оказывается во вьетнаме только кроссовки но еще и шапка поедил это надо делать челлендж с детьми угадай вкус но они немножко разные видишь вот этот более шоколадом залить этот менее шоколад на картинке он показан короче они все 30 все три разные формы сейчас вскрытие шокопая в прямом эфире ну это вот простой как простой следующие такой шокопай как шокопай короче на нем написано маршмеллоу то есть это то что мы покупали вот беленькие такие пышечки этот ванильный и везде выглядит не так тут более белым выглядит да ну и шоколадный он совсем по-другому выглядит у него у него я бы сказал тесто по-другому а начинка я думаю на те начинка указали ну и попробуем сашенька иди попробуй сашки дешево по и пробуй расскажешь как это было разрешим еще по 4 это вот такой сашим скажи какой он на вкус нет это ты это вот сашка сейчас ваня а нет сашка шоколад не ест да какой ты ешь не очень не очень мне нравится самый обычный а попробуй вот этот скажи понравится он тебе нравится да это вот это ты можешь чуть-чуть пробовать и искать мне вот этот больше нравится всех а обычный ну а теперь забирай да и да и да и да и да и короче тебе оригинальный понравился больше да нет ванильное больше саш ванильный больше понравился молодец есть папа папа любит ванильные тоже давай вот эти вафельки еще одно печенье в клеточку слушай ну я не могу сказать что это вафли ну это не совсем вафли это body bars зайка А вот присмотришься, вафли как вафли, 8 штучек, 4 по 51 грамму, что еще полезного нет, давай посмотрим, nutrition fact, ну блин, калорийные заразы, 140 калорий, 140 калорий, но зато в них есть железо. Так, где они, откуда они приплыли, интересно. Так, срок годности у них 07-02, это получается 2 июня 2019 года, так, и узнать бы, чьих они будут. Июля, зайка, 7 месяц, это июль. Июля, да, а я июня сказал, ну оговорился. Ну, в общем, я без очков не вижу, вот может быть тут написано. Не вижу ничего. Ну, в общем, они чьи-то, чьи-то, сейчас мы проверим. Главное, на вкус, что это будет, неважно, где это. И они с этим... Я говорил в магазине, да, они с ореховым маслом, с ореховой пастой. Я пастой ее называю. Да, ореховая паста, скорее всего. Ну, мы, наверное, что-то похоже ели. Это вафелька, потому что в основе лежит вафельная, как ее назвать, пластинка. Ну, мы не ели, мы ели шоколадные, но мы не ели ореховыми. Саша, иди на попробуем. Так ты сам пробуй, иди. Отрежь маленький кусочек, Саша. Сашенька, скушаешь вафельку попробовать хочешь? Я буду честным. Ты будешь честным, конечно, ты же эксперт. Белиссимо. Не нравится? Покажите мне его глаза. Зайка, иди в раковину, туда выпей. Все, ребенку не понравилось. Жалко? Папе понравилось. Ну, вот видите, на вкус и цвет товарищей нет. Папа ест Сашу. А мне вкусно. Я знаю, что Саше понравится. Давай дадим ему закусить. Вот. Вчера, то, что я имею, то, что у меня все равно была паста чуть-чуть мятного, потому что вот. Я больше не вкусно, что такое. Ладно, ту пасту тебе не дадим. Так, еще один товар. Со сроком годности до февраля. Февраля 20. Так, это вафельные трубочки. Шоколадные. Ну, на самом деле, я хочу сказать про эти трубочки, да. Сейчас, подожди, резкость не ведется, Зайка, извини. Ткни пальцем в экран. Не видит. Так, короче, вот тут написано, что они у нас сделаны, или что? Да. Про эти вафельки я хочу сказать, что их выгоднее все-таки покупать в таких магазинах, как Рос, Маршал. Они там в больших банках. Банка, по-моему... Они разные бывают. От 200, наверное, 80 где-то грамм до 350, 420. И там это стоит, допустим, обычное 3,99. Кокосовое, там, или с каким-нибудь другим наполнителем. 4,99. Ну, вот, в общем, как-то мне кажется, что там получше. Короче, до 5 долларов. Ну, по-моему, даже чаще там цена 3,99. И они обычно... Сейчас попробую сфокусировать. Они обычно, да, там больше баночка. Короче, почему-то телефон не хочет фокусироваться на этой банке. Ну, потому что банка блестит, мне кажется. Наверное. А, я сейчас попробую по-другому. Я попробую увеличить. Короче, можно съесть только 2 трубочки. Что, серьезно? И получить 90 калорий. В общем, печальный факт. Потому что 2 трубочки, это ни о чем. Они съедаются... И вот эта мышь, которая знает, чем тут можно перекусить. Давай, Сашка, в общем, к сожалению, на банке почему-то не наводится фокус. А это еще и очень удобная баночка. Ну, просто это был куш-премнике. Да, мы давно не покупали. Ты бери, а я достану и покажу. Вот, они выглядят вот так. Саша, помнишь, мы покупали еще ванильные и кокосовые. Вот какие тебе больше нравятся? Шоколадные, ванильные или кокосовые? Простые, ванильные, тебе все с ванили играет. Ну, я думаю, у меня шоколадные вообще-то больше. Внутри они... Она почему-то выглядит пустой, да? Я не узнала. Покажи, реально пустая? Да. Блин, ну вот как-то вот так. А вы видите, с этой стороны так наряд. Докуда она пустая? Подожди, может, эта палочка неудачная? Да, она вообще на просветке стоит. Не-не, а смотри, а эта... Да, в эту как-то... С этой кто-то высосал шоколад. Саша, зайка, на это. Ну, в общем, вот такие вот... Ну, лучше, как мы сказали, покупать их либо в Росте, либо в Маркл. С нами гораздо больше банкам. Она выгоднее. И банка больше, в ней можно хранить, как нам написали, почему в наших банках от ниток они хранят печенье. Поэтому потом там можно... Ну, на самом деле, там ничего потом особо не похранишь, потому что они со временем ржавеют. Ржавеют от сырости, да. Их надо только с сухом. Ну, в них можно что-то хранить, только если, я не знаю, не пищевое. И чипсы... Это последний лод почти. А, ты же хочешь показать? Переходим к чипсам, ну, давай попробуем. Значит, вот тут опять стоит вот это вот... А что такое стало? Что с резкостью стало? Опять вот это вот UO... Блин, я не понимаю, почему резкость не находится? Это D, Сереж. D? Да. А, UD, ну да, мне не видно. Блин, вас тут ткнуть. О, вот такой значок. Кто знает, расскажите, потому что, ну... Мы не знаем, можно прогуглить. Вот, опять же, они глютен-фри. То, из чего они сделаны. Я не понимаю, без ГМО. Можно расслабиться и спокойно поищем. Да, для товарищей хейтеров, которые боятся, что в Америке все из ГМО, вот они без ГМО. Вот, ну и что? Вот, если получится... Блин, да что ж стало? Как-то свет неудачно падает, или что я не понимаю. А попробуй включи свет. Из-за того, что солнце блестит, ну вот как-то так вот более-менее. Ну, уж, так сказать, не обессудься. Так, ну и давай, чего там уже пригоним. Сейчас посмотрим, это лучше, чем Лейси или нет. Ну, вот так вот они выглядят. Главный эксперт сегодня попробуем. Чипсы, пробуй. Вон, тарелка. Одобряй. Я не помню, что у меня с резкостью случилось. Подождите, ребята, Сашка, одобряешь? Хорошо. Сашка, ставь лайк. Не знаю, что у меня случилось с резкостью, почему-то стала пропадать резкость. Так что уж, пожалуйста, извините. Так, и что у нас еще? А, еще я хочу показать... Ну, я думаю, что, Зайка, из-за того, что банка такая, ничего не получится. В общем, как я говорил в магазине, я купил, хочу попробовать вот такие вот вместо Red Bull'а энергайзеры, потому что иногда, когда работаю, иногда хочется чего-то выпить. Ну, блин, ничего не смогу показать. В общем, в одной банке 50 калорий. В этой банке 237 миллилитров. Вот. А что сказать, блин? По сахару там, Зайка, скажи, что по сахару. 10 грамм там вроде почитать, что там, витамины какие в ней есть. 10 грамм сахара, кальций 20 грамм, железо 0,3 миллиграмм, миллиграмм, не грамм. Это в моих руках резкость не наводится. Ты как взяла в руки, так сразу резкость пошла. Ну, так все. А витамины есть? Вон, витамин С даже есть, да? 10 процентов. Ну, в общем, вот такой состав. Буду пробовать, расскажу, окрыляет она или нет. И второй такой же напиток, только другого фукуса. Этот, значит, виноград с голубикой, я так понимаю. А этот просто с... Вишневым. Попробую его покрутить с другой стороны. Черная вишня, блин, ты подумай. А в этом меньше калорий, 45. Все, пей этот. Покажи, а по сахару что? Не дрожи, замри. Сахара тоже 10 грамм. Ну, как-то вот так. И витамины есть. Мы будем пробовать. А ты еще говоришь, чтобы возле меня техника ломались. А это факт. Когда с Маринкой садимся что-то делать, вся техника начинает виснуть. Да, она волнуется. И последнее, в общем, это вот я называл дынькой. Это я покупаю для салата. Маришка мне добавляет в салат. Потому что Маришка такое не ест. Вот. Но вообще, оказывается, это не дынька, а вот так вот. А что это? Это канталупа. Какое-то ругательное название. Будем называть ее просто дынька. И, в общем, так сказать, как это препарация или что? В прямом эфире. Трипанация. Трипанация. Ну, в общем, мы не хирурги, не знаем. В общем, вот так вот она выглядит внутри. Ну, похоже, как дынька. Семечки это все вычищается. И у нее такая приятная мякоть. Она достаточно такая сладенькая. Иногда сладкая, иногда не очень сладкая. Ну, в общем, Маришка мне добавляет в тот салат, который она делает, который я ем, который Маришка ест. И это очень вкусно. Но Маришка не ест. Но зато она начинает есть со мной авокадо следом. Да, авокадо я как бы не особо... Но сейчас, почитав, насколько это полезно, я решила... Переходи к нему. Решила его есть. Иди ко мне. Так, мы купили вот такое мороженое. Шоколадное. И ванильное. Так, давайте внимательно его обсмотрим. Так, ну вот по срокам годности вы можете вот здесь увидеть. Так, вот написано использовать до 2020 года. Так, значит, вот его внутренний факт. Вы можете видеть, сколько в нем чего. Так. Это все. И что еще? Сингредиенты. Так. И еще просили нас показывать всякие значки, которые имеют отношение к... Зайка, как там говорили, к чему? А, к глютен-фри. Ну вот мы не знаем... Глютен или глютен? Глютен. Вот какой-то есть значок вот такой. ЮДИ. Мы не знаем, что он значит. Просто как бы мы с этим не сталкивались. Это знак, когда компания была образована. Так. Здесь что у нас написано? Что-то премиум. Сделано со счастьем. Саёва, что ли? Ну не знаю. Так. Ну вот насчет глютена тут нигде ничего нету. Вот такое мороженое. И вот точно такое шоколадное. Ты сравни, может, с шоколадным опять не будет шоколадным. А я показываю. На 75 грамм получается 170 калорий. Ну, в общем, мороженое это калорийно. Но я читал, самое главное, мороженое не есть на ночь. Потому что если его есть на ночь, то оно типа сильно откладывается на бока. А если не на ночь, то можно топтать. Сейчас еще не ночь. Сейчас не ночь. Сейчас можно много есть мороженого. Вот. Ну и давайте глянем, что там внутри. Оно вот так вот открывается. Оп. Шоколадное. И не шоколадное. Ой, как оно красиво выглядит шоколадное. Блин, ванильное просто. Ммм. Ванильное. А шоколадное? Почему-то ванильное у нас больше плацаемо. Вот шоколадное прямо, вот как пломбир за 20 копеек, который был в Беларуси шоколадный. Вот тютелька в тютельку такой вкус. Оно такое, знаете, на вкус жирненькое. Такое плотное. Вот мы ели, пробовали некоторые экземпляры, мы вам, может, покажем их. Они на вкус такие, знаете, ну вот водянистые. Самое жирненькое, это мороженое сникерс. Мы обязательно его купим. Оно очень жирное. Оно такое классное. А это вот такое вот именно плотненькое, жирненькое, как белорусское мороженое. В лучших традициях. А сникерс очень жирный. Но очень вкусный. Ну все, вот такая маленькая распаковка была мороженого. Всем хорошего настроения и приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока. И не ешьте мороженое. Распаковка мороженого добавилась еще распаковкой. Ну мы сегодня это не покупали, это уже давно куплено. Вот такие вот вафельные рожки для мороженого. Значит, в этой коробке их 24 штучки. Давайте познакомимся с фактами. Так. Ой, сбился. Давайте. Так, знакомимся, знакомимся. Знакомимся с фактами. Покажи на обратной стороне, какие вообще варианты. Да, и вот что. Так, ингредиенты. А вот обратная сторона. Нет, нет, Зай, вот с этой стороны показано, что они могут быть такого вида. А у нас первые были вот такие вот, как зелененькие, с шапочкой. Зай, у нас уже были и шапочкой, и такие. Ну у нас уже все перебыли. Ну эти самое выгодно покупать, потому что их в упаковке 24. Ну чего ты, здесь 18, здесь только 12. Да, зеленых 18, 14. Ой, 14. Да. Ну, то, что смогли, все показали. Сейчас покажем, как это выглядит в стаканчике. Вот, собственно, сам комус. Объектная вафельная трубочка. И сейчас мы ее натолкаем в мороженое. Ой, как ты красиво показала. Показываем по-новому. Какое снизу, Катаринка? Это файлалон. Ванная ложка. Ванная ложка. В общем, у кого будем пить. Берем там, где она подтаявшая. Надо маленькой ложечкой, Сереж. Катаринка, дай маленькую ложечку. Вот она, перед тобой, Зай. У меня это и неплохо получается. Я понял. Сейчас я затолкаю, Катаринка. Она же не полная, она до дна не дошла. Ну, или шоколад будет сверху. Не хочет на дно идти. Надо чем-то, может, каким-нибудь специальным. Ты накладывай, может. Вы накладывайте, накладывайте. Мы накладываем, накладываем. Как-то это анекдот был, помнишь? Нет, вы мажьте, мажьте. А, вы мажьте, мажьте, да? Папа, оно не упадет, когда я буду пить? Нет, оно не упадет. Давай лучше два, Катаринки сделаем, чем действительно потом уберем. Да мы хоть три сделаем. Ну, если его тихоньку обрезать, чтобы никто не ел. Всем пока, пока. Мороженое, это вкусно. Bye-bye. Ну, наобещал съесть сельдерей в прямом эфире вместе с этим. С арахисовой пастой. Ну, помнишь, когда я сам с Клави попробовал? Ну, в общем, очень вкусно мне показалось. Прикольное сочетание. Поэтому, у кого есть доступ к сельдерею, я думаю, практически у всех. И я не думаю, что он очень дорогой. Вы можете купить, попробовать. И арахисовую пасту она тоже должна быть. Во всяком случае, на момент отъезда она продавалась у нас в просторе. Я ее покупал. Дабы приобщиться. И быть готовым, так сказать, есть бутерброды, как в кино обычно показывают. Ну, в общем, все. На этом наша распаковка, попробка закончена. Вы были на канале. Нашу жизнь поменьше. Иногда ассистент забывает свои роли. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Спрашивайте, что вас еще интересует. Может, мы узнаем, что еще можно нельзя. Вернее, что еще нельзя есть. Попробуем, попробуем это съесть. Скажем, где чего лишнего, сколько калорий, где лишний сахар, где лишний жир. Всем хорошего настроения и приятного аппетита. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok